Сегодня у нас в студии начальник департамента по образованию мэрии Козыла Наталья Ильинична Попугалова. Здравствуйте. Наталья Ильинична, насколько готовы наши школы к новому учебному году? Я скажу следующее, что на сегодняшний день во всех образовательных учреждениях школ и садов проведены в полном объеме текущие ремонты и капитальные ремонты. У нас остаются ремонты в образовательных учреждениях 2, школ 2, 12 и 1. Там идет ремонт кровли, но до 1 сентября он будет готов в полном объеме. В полном объеме у нас приняты практически все учреждения образования Роспожнадзором. Только в 14, то есть 7 садов и 7 школ имеют замечания по устранению противопожарной сигнализации. Сады до 1 сентября закончат и приведут в соответствие, школы закончат в течение октября-сентября месяца и приведут в соответствие. Это в целом образовательные организации приняты и Госпожнадзором сделаны только отдельные замечания. Далее. В образовательных учреждениях, то есть в школах, в садах и в центре дополнительного образования на 7 миллионов 485 тысяч рублей проведены работы по целевой программе «Доступная среда». Они в полном объеме выполнены на сегодняшний момент и доведены до соответствия. То есть это что? Это пандусы? Да. Ну это, конечно, связано с доступной средой для детей с УВЗ и инвалидов, я имею в виду. И поэтому у нас были проведены работы в прошлом году. То есть каждый год у нас берутся несколько учреждений дошкольных и школы. Поэтому в этом году были проведены работы в детском садике в 11, 35, 32 и центр дополнительного образования у нас в этом году попал по целевой программе. Поэтому там работы в полном объеме выполнены. И таким образом мы ежегодно несколько проводим совместно с Минобром. То есть эта программа финансируется через, она является федеральной и финансируется через регион. Поэтому у нас практически все детские сады до 2020 года будут приведены в соответствие по целевой программе «Доступная среда». По приемке что в первую очередь проверяла комиссия? Ну в первую очередь, конечно, это Госпошнадзор. У нас проверял Роспотребнадзор. У нас в этом году с нами не участвовал в приемке, потому что согласно законодательству они немножко изменили свой график работы. И они будут работать в индивидуальном плане. У нас на уровне департамента по образованию был издан приказ, который был доведен до сведения руководителя образовательных учреждений. И мы эту работу проводили с где-то 20 июня. Потому что в течение всего июля месяца шли ремонтные работы. И на сегодняшний момент они практически, вот я еще раз повторюсь, только ремонт кровли остался вот в этих трех учреждениях. И два детских сада у нас попали под капитальный ремонт. Это 21-й садик, не капитальный ремонт. Там идет строительство, пристройка двух групп на 60 мест. Она закончится, мы планируем, до 7 сентября. Но в зависимости от выполнения работ, конечно, мы постараемся к дню города сделать открытие этих групп. И 40-й садик у нас. Они откроются только 1 сентября. У них там идут большие работы ремонтные. И они на данный момент находятся в стадии завершения. К новому учебному году в сентябре откроется новая школа, которая называется лицей номер 16. Успеет ли они к 1 сентября? Как там обстоят дела? Да. Будет сдаваться 1 сентября новая образовательная организация лицей номер 16. Он будет сдан в эксплуатацию. И с 1 сентября там начнутся учебные занятия. На сегодняшний момент лицей номер 16 полностью укомплектован педагогическими кадрами. Были проведены собеседования и тестирования на знания предмета. Поэтому согласно этой работе проведен набор кадров. Я хочу сказать, набор кадров проведен качественный. Есть люди со стажем, есть с категориями. И есть, конечно, молодые специалисты. Поэтому и молодым специалистам есть у кого учиться. Комплектование классов тоже продолжается. На сегодняшний день мы уже превышаем приемку по первым классам. У нас идет набор 7-го, 1-го класса. Хотя должно быть наполовину меньше по проектной наполняемости. Но все остальные классы заполнены и укомплектованы в параллели по 3 класса. Кроме 10-го и 11-го. Там будет пока предварительно по одному классу. Но это нормально. Поэтому, в принципе, в целом, работы на данный момент сейчас завершаются. Они проводятся подрядчиком СУГУ совместно с коллективом. Коллектив очень хорошо помогает и проводит соответствующие работы для того, чтобы лицей на 1 сентября выглядел красиво. То есть каждый учитель занимается прежде всего оформлением своего кабинета, созданием учебно-методической базы, которая должна находиться в школе, в классе, я имею в виду, необходима для работы каждого учителя. И, естественно, санитарную уборку школы и класса мы делаем совместно с нашими замечательными педагогами, которые нам очень хорошо помогают. Сколько в этом году первоклассников у нас? В этом году в городе Козыле будет набрано более трех тысяч первоклассников. Более трех тысяч. Я сейчас не могу сказать точную цифру. Почему? Потому что комплектование меняется каждый день. И окончательная цифра будет известна 5 сентября. То есть это очень много. Да, это очень много. Если сравнить с прошлым годом. С прошлым годом это уже на 500 человек больше. Уже на 500 человек больше. Справятся наши школы? Да. Мы находимся в трудной ситуации, так как у нас перенаполняемость большая школа. Очень большая перенаполняемость школ. Но нам нужно это сделать. И нас все дети должны приступить к образовательным, к обучению. По закону федерального образования мы обязаны посадить все детей за парты. И, естественно, учить. С сентября начнется подвоз учащихся. Наши дети живут и на ЛДО, и в СУПАКе. Вот как? Расскажите поподробнее. По подвозу детей. Конечно, это у нас проблема. Но мы стараемся из нее выходить. Каким образом? У нас из 14 образовательных учреждений школ города 8 имеют автобусы. Поэтому из этих точек, которые вы перечислили, это у нас Вавилинские дачи, это у нас Правобережные дачи, это у нас Левобережные дачи. Ну, мы еще и спутник брали. Но спутник у нас сейчас отпадает, а вот эти микрорайоны у нас остаются. Это микрорайоны города. Поэтому мы с помощью наших тех самых автобусов, которые были нам подарены по федеральной целевой программе, на данный момент времени они все находятся в эксплуатации. Каждая школа имеет водителя. Они оснащены глонасом, тахографами. Далее все необходимые мероприятия, которые для эксплуатации автобусов у нас проведены. И за каждой школой закреплен маршрут. И каждая школа, естественно, начиная где-то с полседьмого, начиная будут делать подвоз школьников. Это только подвоз? В обратном направлении. И подвоз, и увозить будут то же самое. В вечернее время и в дневное время, конечно. Они одновременно увозят и привозят детей по данным направлениям. Поэтому он у нас уже отработан. Мы в прошлом году отработали. И поэтому на сегодняшний момент мы находимся не в стадии, а уже готовы. Поэтому с 1 сентября будет организован в том же режиме подвоз школьников, как и был в прошлом году. Все маршруты закреплены Департаментом городского хозяйства. Они не пределены. Указано время, указаны остановки. Мы сейчас только обновим на остановках график движения автобусов. Тот же самый он будет, но мы просто разместим на остановке Левобережных, Правобережных и Вавильнинском сатоне до 1 сентября. А вот этой услугой подвоза могут воспользоваться все дети или первоочередно многодетные какие? В первую очередь, естественно, мы работаем с малообеспеченными семьями у тех людей, у которых имеется затруднение. Финансовое я имею в виду. Потому что подвоз делается бесплатно. И другая еще норма существует у нас. Это норма по количеству детей, которые должны находиться в автобусе. Не более того количества, которое указано в правилах. Поэтому мы не можем больше. И поэтому мы в целом не можем охватить в полном объеме подвоз детей с данных точек. У нас всего будет там, например, на Левобережных дачах проживает где-то и обучается в школах города до полутора тысячи. Но с Левобережных дач только будет ходить автобус третьей школы, который будет брать и 14-ю школу, и третью школу. Пятая школа, девятая гимназия берет оттуда. Первая школа. Ну и в принципе подвозить будут они не только к своим школам, естественно, к тем школам, которые находятся у них на пути. Мы это делали в прошлом году. И поэтому прежде всего упор мы, конечно, делаем на семьям, которым необходима наша помощь. Это прежде всего. Поэтому родители должны это понимать и слышать. У кого есть возможности ребенка подвезти самостоятельно. Ну, такова жизнь. Наталья Ильинична, спасибо, что пришли и рассказали нам. И напомню, что сегодня у нас в гостях был начальный департамента по образованию Мария Козыла Наталья Ильинична Попугалова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова